Мало известная, но крупная металлургическая компания, от которой зависит весь мировой рынок. Компания China's Vital Materials, в переводе на сущные материалы КНР, полностью оправдывает свои наименования, а масштабы её деятельности таковы, что сразу начинаешь понимать, как непросто будет Америке и Европе найти для себя альтернативных поставщиков. Когда в начале 2020 года китайская компания Vital Materials приобрела запасы малоизвестных, но жизненно важных минералов на сумму 600 миллионов долларов, это событие осталось почти незамеченным за пределами нишевой отрасли младших металлов. Прошло несколько лет, и влияние компании, о которой даже сегодня далеко знают не все, в данной отрасли, стало столь огромным, что на её примере можно понять масштабы задачи по ослаблению контроля Китая над ключевыми сырьевыми ресурсами. Пока США и Европа спешат обеспечить себя сырьём для развития зелёных технологий, Китай контролирует поставки множества важнейших элементов. Это необходимые для производства аккумуляторов электромобилей литии и кобальт. А также редкоземельные металлы, используемые в высокопрочных магнитах ветровых турбин. Vital Materials доминирует на мировом рынке так называемых младших металлов, которые занимают важное место в публикуемых США, Евросоюзом, Великобритании и Австралии перечнях критически важных минералов. Осведомлённые источники сообщают, что данная компания занимает наибольшую долю на рынке Селена, Телура, Индия и Весмута, которые используются в солнечной энергетике, производстве телевизионных панелей и фармацевтике. Она входит в тройку лидеров по производству Галлия и Германия, используемых в смартфонах с сенсорным экраном, спутниках и высокотехнологичных микросхемах. В отличие от редкоземельных металлов, производстве которых Китай занимает лидирующее положение, младшие металлы часто являются побочной продукцией добычи меди, цинка и других промышленных металлов. Как правило, такая побочная руда затем направляется на переработку на китайские предприятия. Согласно данным Евросоюза, Китай перерабатывает 94% мирового объема Галлия и 83% Германия, что обеспечивает ему более жесткий контроль над поставками, чем в сегменте лития и кобальта, где на его долю приходится до 60% мирового производства. Таким образом, компания Vital Materials оправдывает свои наименования. Сама компания руду этих элементов не добывает, а перерабатывает ее примерно на двух десятках предприятий, расположенных в разных странах мира. Если кто-то ставит себе задачу по сокращению зависимости от Китая, то в первую очередь необходимо разобраться в том, как устроена деятельность этой компании, считает директор расположенного в Лондоне международного альянса по критическим минералам Олимпия Пилч. В различных уголках индустрии критических минералов можно найти такие компании, как Vital, которые долгое время оставались незамеченными, говорит этот эксперт. Если мы даже не знаем об этих игроках, разве мы сможем разработать действенную программу для создания новых, диверсифицированных логистических цепочек в нашей промышленности. Опасения по поводу зависимости от китайских поставщиков критически важных минералов усилились в начале июля после того, как Пекин ограничил экспорт Галия и Германия, а также в связи со скачком цен. Запад изо всех сил стремится найти альтернативные источники вне КНР. Спокойствие и уверенное продвижение компании Vital Materials к доминирующему положению в течение последних трех десятилетий может прослужить для ее западных конкурентов примером успеха. Но оно также показывает им коммерческие, политические и технические препятствия, с которыми они столкнутся на своем пути к процветанию. Доминирование Китая в сфере поставок минералов КНР контролирует львиную долю поставок критически важных материалов. Люди, знакомые с деятельностью данной частной компании, а также ее давние конкуренты и клиенты, утверждают, что своим ростом и успехом она во многом обязана своему основателю, Чжу Ши Хуэ Ю, которого за пределами Китая называют Джорджем Джу. Этот 56-летний предприниматель готов идти на большой риск в условиях нестабильности рынка, поэтому конкурентам в Европе или США будет трудно ему подражать. В период с октября 2019 года по январь 2020 года Vital Materials приобрела на потерпевших крах из-за финансового скандала китайский товарно-сырьевой биржи Афания огромные запасы металлов, необходимых для электронной промышленности. Приобретение этих запасов позволило компании заполучить в свое распоряжение сырье, которое в противном случае могло бы поступить на мировые рынки, а также создавать резерв на случай непредвиденных перебоев в поставках. «Мы рассматриваем купленные на бирже Фанни запасы как уникальный поверхностный рудник, позволяющий нам стабилизировать свои логистические цепочки и снижать волатильность», заявил Чжу Ши Хуэй в интервью. Это уникальное преимущество, особенно в стратегических отраслях, в которых вопрос сокращения затрат имеет первостепенную важность. Чжу Ши Хуэй основал свою компанию в 1995 году, заметив открывшуюся возможность. До этого он работал в японском конгломерате Sumitote Corporated в Гуандуне, где специализировался на торговле селеном, малоценным побочным продуктом медного производства. В то время он использовался в основном в стекольном производстве и металлургии, но Чжу Ши Хуэй заметил, что на ранних этапах промышленного развития Китая заказы на этот металл начали расти. На протяжении десятилетий цены на селен оставались невысокими, но в начале 2000-х годов китайские металлургические предприятия уже не могли удовлетворять спрос, и цены на него стали стремительно расти. То же самое происходило и с ценами на другие побочные продукты, например, Индии и Галлий, нашедшие новое применение в производстве плоских телевизионных панелей и светодиодных ламп. Vital Materials пришлось искать новые источники поставок за рубежом. В случае чего началась Чехардацен, а металлургические предприятия в спешном порядке наращивали объемы производства. У него точно азартный менталитет, говорит директор немецкой компании по торговле младшими металлами, Тредиум Матиас Рют. В сфере поставок данных минералов он, вне всяких сомнений, крупная, активная и очень успешная фигура. Крупные ценовые колебания в секторе младших металлов. Как только началось современное промышленное развитие Китая, взлетели цены на Селен и Индии. Подобная волатильность стала обычным явлением на рынках младших металлов. И представляла огромный риск для таких афинажных компаний, как Vital Materials. Скупка запаса в период низких цен была вариантом, способным приносить значительную выгоду в виде буфера на случай будущего дефицита, но имевшее место в начале 2000-х годов. Огромная волатильность заставила Чуши Хуэя задуматься о способах добиться гораздо более надежного контроля над своими логистическими цепочками. «Я пришел в этот бизнес естественным путем, поскольку в то время Китай очень зависел от импортных поставок. Я видел, что существует множество областей китайской цепочки промышленных поставок, которые необходимо развивать», — сказал он. «Сейчас у меня тот же менталитет, и я сильно отличаюсь от чистого трейдера. Мы не стремимся получить краткосрочную прибыль. Мы стремимся к более долгосрочному устойчивому росту». Джо обратился к мировым производителям медиа за телуром и селеном, к производителям алюминия за галием, а к производителям цинка за Индием. Огромная угольная промышленность Китая обеспечивает уникальные поставки Германии, которые в других странах встречаются лишь в мизерных концентрациях в цинковых месторождениях. Введенные Китаем новые меры по контролю за экспортом уже вызвали новую охоту за минеральными запасами галии и Германия в США, Конго и других странах, поскольку правительство обещает поддержку этим усилиям. Растет ожидание того, что горнодобывающие и перерабатывающие компании в США и Европе будут более внимательно относиться к важнейшим побочным продуктам в своем портфеле. «Мы неоднократно наблюдали на этих рынках, что кран может быть перекрыт очень внезапно, и тогда все впадают в панику», — говорит Сара Гордон, генеральный директор и соучредитель лондонской консалтинговой компании Satarla, специализирующейся на управлениях рисками. Но для того, чтобы что-то предпринять, потребуется немало мужества, поскольку укрепление этих цепочек поставок будет очень дорогостоящим и рискованным. Первой проблемой, однако, является размер. По мнению Тодда Малана, бывшего руководителя по связям с правительством в Рио Тинта Групп, одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, крупные международные горнодобывающие компании будут рассматривать возможность производства мелких металлов только затем, чтобы понять, что деньги лучше потратить на добычу меди или железной руды из земли. Он указал на железнорудные шахты Пилбары в Западной Австралии. «Я бы назвал эту проблему тиранией масштаба», – сказал Малан, который в настоящее время является главным специалистом по внешним связям американской никелевой компании Talent Metals. Если посмотреть на внутреннюю норму прибыли проекта по добыче железной руды в Пилбаре, то с ним ничто не сравнится, и по сравнению с ним все остальные выглядят мелким и не стоящим усилий. Но это должно измениться. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную чистоту при переработке сырья для использования в высокотехнологичных отраслях, где даже малейшие следы загрязняющих веществ могут привести к хаосу в производственных процессах. Именно в сложных процессах переработки компании VITAL получила серьезное конкурентное преимущество. Компания потратила годы на инвестиции в НИОКР и тесное сотрудничество с заказчиками, чтобы создать внушительный каталог узкоспециализированной продукции, включающие около 80 высокочистых металлов и химикатов, а также химические газы, полупроводниковые подложки, оптические линзы и керамику, которые находят широкое применение в современной электронике и оборотной промышленности. Продвижение в эти высокотехнологические отрасли стало одним из ключевых направлений деятельности Джу, когда в 2012 году он создал в Гуандуне новую обширную промышленную базу. Помимо новых лабораторий, производственных линий и жилья для своих работников, Джу создал университетский городок и нанял для обучения сотрудников самых известных ученых в отрасли. Это рафинеры и переработчики. Компании с очень высоким уровнем риска с точки зрения динамики спроса и предложения, которые они подвержены. И то, что они предлагают, это очень специализированные навыки, которые, как им приходится надеяться, никто другой не будет развивать, сказал Гордон, генеральный директор компании Сатарла. Сегодня компания Vital насчитывает более 6 тысяч сотрудников на 16 заводах Китая и нескольких других предприятиях за рубежом. В стадии строительства находятся еще 8 проектов Китая, что добавит еще 2000 человек. По словам людей и знакомых с ситуацией выручка компании, составившая в прошлом году 2,3 миллиарда долларов США, в течение последующего десятилетия росла с совокупной годовой скоростью от 10 до 30%. Джу отказался от конкретных комментариев по поводу положения компании на рынке и ее финансовых показателей. Существуют западные финансовые компании, способные конкурировать с Vital по техническому мастерству. Однако многие из них пострадали во время резких колебаний цен на металлы, в то время как компания Vital в итоге получила прибыль. Помимо скупки избыточных запасов при падении цен, Vital приобрела некоторых, испытывающих трудности конкурентов для расширения своей деятельности на международном рынке. Приобретение биржевых запасов FUN в 2020 году стало ярким примером терпимости Джу к риску. Когда в 2015 году эта биржа рухнула, на фоне обвинений в мошенничестве, отрасль опасалась обвала цен, поскольку металл заполонил мировые рынки. Теперь опасения связаны с тем, что цены на второстепенные металлы вырастут из-за прекращения поставок из Китая. Для Vital, который уже получает около половины своих доходов от международных операций, разрыв глобальных цепочек поставок может стать основной для дальнейшего роста. «Мы видим, что у нас есть возможности для решения проблем зарубежных игроков, которые не хотят слишком сильно зависеть от Китая», — сказал Джу. «Я понимаю их озабоченность, и мы используем эту возможность, чтобы работать с клиентами для активной диверсификации их цепочек поставок, поскольку мы являемся международными игроками». Продолжение следует...